В сегодняшнем, уже 17-м по счете выпуске нашей передачи, мы поговорим о том, во что обойдется покупателю закрытие сделки, когда квартира уже построена. Те, кто смотрел наши предыдущие эпизоды, уже в курсе, но напомню вам еще раз. В кондо, как правило, вы не становитесь владельцем квартиры при выдаче ключей. Переход права собственности происходит лишь через 6-8 месяцев после того, как вы получили ключи. И процедура вступления в собственность называется клоузинг. Итак, какие расходы ждут счастливого обладателя новой квартиры на клоузинге и какова процедура? За время, прошедшее с момента выдачи ключей до клоузинга, у вас было достаточно времени, чтобы спокойно оформить моргидж. При выдаче ключей вы также уже подписали необходимые документы у вашего юриста. О процессе получения ключей я подробно рассказывал в эпизоде за номером 6, который назывался «Получаем ключи». Примерно за 2-3 недели до даты клоузинга вы получаете уведомление от девелопера о предстоящем закрытии сделки. Точно такое же уведомление получит и ваш лоер. Как только вы получили подобное уведомление, вам следует сразу связаться с банком, который выдает вам моргидж, или с моргидж-брокером, если кредитование оформлялось через моргидж-брокера, и сообщить им о дате закрытия сделки, чтобы банк перевел деньги на счет вашего юриста вовремя. Банк, выдающий вам моргидж, будет в контакте с вашим юристом, и за несколько дней до закрытия сделки пришлет ему все необходимые документы. Лоер свяжется с вами и вызовет вас на подписание. Кроме этого, если сумма выдаваемого моргиджа меньше, чем сумма покупки за минусом депозита, который вы заплатили девелоперу за время строительства, то вам потребуется принести разницу. Также вам нужно принести дополнительную сумму, которая состоит из нескольких частей. Точно ее скажет вам ваш юрист после получения всех необходимых документов от девелопера и банка. Во-первых, это Land Transfer Tax, сумма которого зависит от цены приобретаемой недвижимости. Кроме этого, если вы приобретаете квартиру в пределах муниципалитета Торонто, именно Торонто, не путайте с GTA, то эта сумма будет двойной. Посчитать эту сумму вы можете самостоятельно, набрав в поисковике Google Land Transfer Tax калькулятор и указав в нем такие параметры подсчета, как место расположения недвижимости и ее стоимость. В графу стоимость вы вносите цену, указанную в контракте за минусом 13% HST. К примеру, Land Transfer Tax на квартиру стоимостью 600 тысяч долларов, расположенную за пределами Торонто, будет 6915 долларов. А в Торонто это уже 13830, то есть разница довольно значительная. Если вы покупаете недвижимость впервые, то вы находитесь в категории First Time Buyer, и ваш Land Transfer Tax будет в два раза меньше, чем у тех, кто покупает вторую или последующие прапорти. Во-вторых, Development Charge – это налог на новое строительство. Если вы покупали квартиру на VIP-продажах с опытным агентом, то сумма этого налога была зафиксирована и не может превышать указанную в контракте цифру. Если это не было сделано, то вас, скорее всего, ждет неприятный сюрприз, так как сумма налога Development Charge все время растет, а оплачиваете вы ее в день клоузинга. Соответственно, если вы покупали квартиру 4 года назад и сумма Development Charge была зафиксирована моментом покупки, то вы платите указанную в контракте сумму. А если она не была зафиксирована, то вам придется заплатить столько, сколько Development Charge установлен на сегодня. Development Charge зависит от размера квартиры, и на сегодня это около 10 тысяч долларов. Те же, кто приобретал квартиру 4-5 лет назад, а закрывает сделку сегодня, при условии, что сумма была зафиксирована контрактом, заплатят лишь половину от этой суммы. Это лишь один из распространенных триков девелоперов, и именно поэтому очень важно, чтобы Preconstruction Contract проверял юрист, специализирующийся на сделках Preconstruction. Подробно во всех нюансах Preconstruction Contract можно узнать из эпизода номер 5. Далее идут множество мелких платежей, таких как сбор за подключение счетчиков, отчисление за 2-3 месяца вперед в резервный фонд, страховка сделки, оплата юристу и так далее. Как правило, вся эта сумма укладывается в 4-5 тысяч долларов. Подведя итог к вышесказанному, если вы покупаете квартиру для себя, то ваш клоузинг складывается из Land Transfer Tax, Development Charge и 4-5 тысяч дополнительных платежей. Если стоимость вашей недвижимости около 600 тысяч долларов, то в сумме получается немногим меньше 20 тысяч долларов, если квартира находится за пределами Торонто. И около 25 тысяч, есть ли это муниципалитет. Есть еще один нюанс. Если это инвестиционная недвижимость, которую вы планируете сдавать в аренду, то на клоузинге с вас возьмут дополнительно 25 тысяч долларов. Правда, вы не теряете эту сумму. Вы получаете полный возврат приблизительно через 2 месяца после того, как квартира будет сдана в аренду. Подробно узнать об HST-возврате можно из эпизода номер 12, который так и называется – HST-возврат на Преконстракшн Кондо. Хочу обратить ваше внимание, что юридические фирмы не принимают персональные чеки. Так что вам придется сходить в свой банк и взять там банк-драфт или мани-ордер на общую сумму всех вышеперечисленных платежей, выписанный на Trust Account вашего юриста, и доставить этот чек к нему в офис не позднее, чем накануне сделки. На следующий день после закрытия сделки вы получите от вашего юриста пакет документов, подтверждающий, что вы стали владельцем недвижимости. Весь процесс кажется сложным только на первый взгляд. В действительности вам всего лишь надо выделить пару часов времени, чтобы съездить в банк и офис юриста. Все остальное за вас сделает ваш лойер. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк.